Это утилизируемая, ну сдаваемая, сдаваемая пленка. Какое-то сдаваемое, потом... БВД, ПНД, стричь, это политпластмасса. Это тамбар – личное изобретение жителей города Солнца. Уже несколько месяцев они приносят сюда отходы – от бутылок до аккумуляторов. Такая система утилизации была не сразу. Местным понадобилось три месяца, чтобы научиться сортировать мусор и экологично обращаться с отходами. Зато сейчас система отлажена. Что-то отдаётся на переработку, а что-то используется вторично другими жителями, говорит Геннадий. У нас есть ответственные, которые определённые меня открывают. Мы говорим, ребят, сегодня приносим мусор. Оставки строительные, пластиковые бутылки, аккумуляторы, стекло, там, фарфор, жесть. По ящичкам просортируем. Машина едет в Абакан. У нас, например, за продуктами раз в месяц мы в определённую фирму привозим. За денежку нам немножко компенсацию дают, за то, что мы мусор привозим. В специальном ангаре уже около 50 позиций, по которым местные сортируют отходы. Склад забит практически полностью. Кроме того, весь органический мусор жители города Солнце отправляют в компост, а потом на подкормку растений и деревьев. Денис Сафонов, бизнесмен и житель города Солнце, говорит, в этом деле главное привыкнуть. Мы несколько раз всех провели, показали, рассказали. И кому-то выгоднее сейчас дома. Он повесил там 5-6 мешков, и он в разные сразу складывает. Так как кто-то приходит и здесь ходит, раскладывает. Ну, тяжело было привыкнуть, где какая, но потом уже мысли привыкли, и человек уже знает, здесь это, здесь это и всё. Природа и экология, говорят жители города Солнце, для них очень важна. Пусть люди живут в условиях тайги и скудной почвы, но они сажают цветы, кустарники, редкие растения. Получают энергию от солнечных батарей. Красноярским зелёным устроили экскурсию по городу после рейда по Курагинскому району. Показали территорию, познакомили с местными. Было время даже угоститься ягодой. Это жимолос? Это жилеток. Для меня это первая ягода. Лидер красноярских зелёных Сергей Шахматов отмечает, экологические общины – это хороший выбор, особенно в условиях пандемии. Главное – сохранять баланс. В режиме пандемии возможность человеку иметь жить не в каменном городе, а иметь жильё в какой-то общине или по поселению сельской, ну типа экологической общине. Типа вот мы находимся в экологической общине, где, с одной стороны, должен сохраняться уровень услуг социальных, образования, медицины, все остальное. С другой стороны, это поселение должно себя обеспечивать своими экологическими продуктами, и в то же время выдавать какую-то продукцию, чтобы содержать какой-то ресурсный обмен. Местные жители по праву считают свой город уникальным. Как бы не было тяжело поддерживать здесь чистоту и порядок, люди не готовы лишаться всего этого. Полина Михальчук, Новости ТВК.